здравствуйте и я очень хочу чтобы вы меня сегодня услышали потому что тема будет вроде как бы привычная для вас но все-таки среди того что я вам предложу будет много необычного и я здоровая с телезрителями и приветствую моих подписчиков на канале youtube у меня в руках всего 4 новинки которые представляют серию питуней но ведь вы уже знаете что среди питуней много цветов необычной и формы и длины плетей есть мини туньи есть флоритуньи есть сурфинии есть сами питуньи а серий среди них например есть серия софистика а вот эта новая серия называется сферика то есть намекает нам оригинатор на то что они имеют какую-то необычную форму да они имеют форму сферы то есть круглого шара вот именно эти питуньи когда они начнут цвести они образуют не полу сферу да как мы привыкли полу такая шапочка а именно сферу и это уникально просто по цвету конечно они замечательные и цветовая гамма очень даже хороша и красные сиреневые розовые белые и если вы попробуете посеять а вы понимаете да чтобы такая сфера выросла или чтобы вот такой длины были плети питуньи сеются очень рано давайте в январе месяце и не надо мне махать руками я все вижу и слышу сеются они рано для того чтобы в мае месяце в конце вы высаживали свои кашпо в свои контейнеры на дорожки в подвесные корзинки все-таки питуньи которые уже зацвели прищипывание обязательно и это даже не обсуждается если у вас растет одна палка то макушку на восьмом девятом листе надо удалить чтобы быстро начали развиваться боковые потому что и сферообразные и полушаровидные и те которые ампельные длинные они да разовьются вопрос только когда но нам-то в сибирском лете надо чтобы быстро это было поэтому не доводя до цветения еще дома еще в апреле месяце скорее всего вам придется прищипнуть макушку обязательно и тогда вы увидите красоту этого растения а не колбасу которая цветет на конце одним цветком на макушке это совершенно неправильно да питуньи сеются также как земляника это обязательно контейнер это обязательно пленка это обязательно перфорация дырочки делаем вы это уже все проходили и знаете но познакомившись вот с такими питуньями вы придете просто в восторг почва для них в принципе любая воды особой они не любят поэтому поливать даже эти кашпо и горшки можно один раз в неделю не чаще только очень обильно и постарайтесь убирать отсветшие бутоны потому что в награду за ваш труд расцветет сразу несколько новых бутонов а это уверяю вас красота небесная ну сюжет короткий но это все ознакомительно у нас нет времени уже будет в январе говорить об этом у нас начнется посев и очень много всевозможных работ которые мы должны сделать и которые мы должны услышать как познавательно и про картофель и про редьку и про все остальное и про деревья и кустарники и мы с вами скорее всего уже поедем на дачу поэтому сейчас знакомьтесь и радуйтесь что вот это существует